Фарук заболевает. Фарук рассказывает Адаму о своем плане относительно Халима и о том, какую ошибку он совершил. Он извиняется, он говорит, что искренен в братстве. Пришедший в это время Фекрет снова ведет себя как положено. Пока Адам задавался вопросом, признался ли Фарук сам и был ли искренен, Ипик сказал своему кузену, что Сурей узнал об этом и устроил сцену. Он говорит, что Фарук тоже признался под его давлением. Фарук и Акиф снова обсуждают эту проблему. Они оба до сих пор защищают то, что сделали. В конце концов Фарук увольняет Акифа с работы. Эта ситуация очень огорчает Акифа. Госпожа Эсма говорит Бурджу, новой невесте, для которой она совершила ритуал турецкой бани «убеди своего мужа». Живи в этом доме после свадьбы. Госпожа Эсма считает признание Фарука Адаму ошибкой и снова злится на Сурею, которая, по ее мнению, вынудила к этому ее сына. Они дерутся из-за детской комнаты. Мисс Эсма идет к деларе и просит ее прийти и предупредить их, если Адам строит какие-либо злые планы против семьи, чтобы веревки не оборвались полностью. Ночью Фекрет встречает Адама, и они вместе выпивают. Адам говорит, что хочет передать свои акции в компании и выйти из нее. Он предлагает Фекрету купить его первым. Фекрет завидует мужчине рядом с Эсрой, которого он видит в том месте, где пьет. Ссорясь, они целуются от любви и проводят ночь вместе. Эсра говорит, что они совершили ошибку и им не следует снова встречаться. Фекрет снова взят, подозревая, что Фекрет не возвращается домой, хотя уже поздно, Ипик идет в дом Эсры, ждет и видит, как ее муж выходит из дома. На следующий день она ведет себя так, как будто с ее мужем ничего не случилось. Она идет на работу Эсры и сообщает ей, что снова беременна. Эсра опустошен, Ипик делает новый ход. Он встречается со своим отцом, чтобы купить акции Адама. Мужчина продает всю свою недвижимость и передает принадлежащие Адаму акции Баран Джет своей дочери. Когда Фекрет объявляет об этом заужином, на стол падает бомба. Все реагируют по-разному. Фарук идет поговорить с Адамом, но Адам снова реагирует. Фарук некоторое время не мог нормально спать из-за головной боли. Хотя в течение дня ему хочется потерять сознание, он также теряет контроль над рулевым колесом в машине. Баран теряет сознание по пути к запуску самолета. Фекрет произносит приветственную речь. Дилара узнает, что у ее мужа плохие планы насчет баранов. Сурея же переживает за мужа, который никогда и никуда не опаздывает. Кто-то отвечает на телефон ее мужа, на который она постоянно звонит, а потом телефон совсем выключается. Смогут ли Сурея и Фарук справиться с этим? Сурея идет к мужу после просмотра видео. Он срывает встречу, он просит объяснений, но не слушает. Он выходит, все попытки Фарука объяснится тщетно. Поскольку он не хочет ничего скрывать от Диляры, он рассказывает женщине, что произошло. Он даже рассказывает об этом своей тете. Дилара слушает Фарука и убеждается. Он просит его ничего не говорить Адаму, чтобы не портить отношения с братом. Дилара не может ничего сказать Адаму. Фарук, который идет поговорить с Суреей в особняк, возвращается с пустыми руками. Женщина очень злая и предвзятая. Он очень расстроен тем, что его казнили без суда, и уходит. Они берут с собой Эмира и едут в отель. Как бы ему не хотелось это скрыть, Эмир понимает, что они не в ладах, и ему удается привести дуэт на школьный семейный пикник. Сурея и Фарук помирились. Шелк, он заставляет Фикрета замолчать, говоря ему, что ему нужно запутать Фарука, чтобы прийти к власти, и что он не лжет и не клевещет. Фикрет причидательствует и продолжает собрание, на котором его брат не присутствует и даже хочет отложить. Ибек также уговаривает мужчину спать в постели, а не на диване. Мурад же планировал поехать за границу, чтобы получить образование, чтобы проявить себя. Хотя Баде сначала не принимает это, он вынужден принять это позже. Служанка не хочет, чтобы Баде последовал за мыслями Мюрата и ушел. Эсма говорит, что не пойдет, и вздремнет. Если в тот день он разговаривал с Гарипом, он говорит, может, тебе стоит его отпустить, самое худшее будет исходить из его носа. Мюрат и Баде в слезах прощаются и уходят. Чтобы победить Османа Бурджу, он сначала просит у отца разрешения и помощи. Затем он берет бурку и идет сначала на курсы танго, а затем на ужин к барану. Там он сообщает хорошие новости о том, что не поедет в Ирак. Адам рассказывает, что случилось с психологом, к которому он обратился. Женщина просит его послушать Фарука и позволить ему объяснить. Адам уверен, что его брат не сознается. В это время он узнает, что его мать отказывается от лечения и идет навестить женщину. Он убеждает мать пройти курс лечения. В конце эпизода Фарук начинает рассказывать Адаму, что произошло. Возвращение Исмы Султан будет великолепным. Сурея и Ипик идут в больницу со своими мужьями. Ипик первый узнает, что беременна, и сообщает об этом мужу. Когда они слышат от врача, что состояние Ады хорошее и что она реагирует на лечение, они говорят, ой, лучше бы мы этого не делали, но соглашаются с решением не прерывать уже сформировавшегося ребенка. С ребенком Суреей тоже все в порядке, и они узнают, что его пол-девочка. Фарук, который уже хочет девочку, сходит с ума от радости. В тот же день состоится презентация Баран Джет. Хотя Фарук говорит, что Фикрет является архитектором этого проекта, Фикрет снова начинает завидовать, когда все журналисты задают Фаруку вопросы. Есть еще кто-то, кто завидует? Мурат. Ему очень неудобно оставаться на заднем плане. Мурат что-то делает на компьютере. Приходит общая подруга Суреи и Диляры, женщина. Сурея чувствует себя плохо, когда концерт отменяется, поэтому предлагает стать продюсером их компакт-диско. Вместо этого солисткой будет Дилара. Но уже не в доме Адама, а бокалы поднимаются один за другим. Когда Дилара говорит ему, что будет певицей, а Адам поддерживает его жену, Сурея Фарук вспоминает, что он не поддерживал ее и настраивает против нее. Придя домой, он говорит, он тоже баран, он тоже женат, но он может, а почему я не могу? Вечером Эсма и Гарип ужинают наедине, чтобы отпраздновать хорошие новости. Эсма думает не баллотироваться на пост президента ассоциации, потому что если она это сделает, то проиграет Кимету. Их дружба с Киметом, ему жаль, что поддержка, которую он оказал женщине, оказалась напрасной. Придя домой, Сурея и Гарип, сидящие перед дверью, обсуждают эту тему. Гарип просит Сурея убедить Эсму не покидать ассоциацию. Сурея разговаривает с Османом, который возвращается домой. Он подчеркивает, что ему необходимо тщательно изучить свои чувства к Бурджу. Осман тоже чувствует отсутствие девушки дома, он ищет свою дочь. Той ночью он идет к ней домой, чтобы поговорить с Бурку. Девушка устроила вечеринку для своих друзей дома. Осман злится, когда молодой человек называет девушку «дорогая». Когда один и тот же мужчина постоянно прерывает их разговоры, Осман избивает его. Бурку тоже страдает от этой ревности и решает дать Осману еще один шанс. Хотя Адам втайне злится на себя, потому что думает, что у Фарука добрые намерения, он полон гнева на Фарука и Акифа. Несмотря на настойчивые требования Адама, Джан полон решимости покинуть Бурсу. Они прощаются с Эмиром в музыкальной школе и обмениваются подарками. Акиф сообщает Фаруку, что после запуска парень по имени Халим завершил работу, и у них есть доказательства об Адаме. Когда Фарук узнает об этом, он очень злится на Акифа.